Здравствуйте, друзья! Пришел я на очередной городской пляжик, такого полустихийного типа. Он такой, не сильно большой. Таких пляжиков здесь вдоль набережной, наверное, будет штучки 4, но это самый большой. Был я здесь всего один-единственный раз, лет 5 назад. Ну, что сказать, тогда он мне очень не понравился, то есть было очень много мусора. Нашел всего то ли 2, то ли 3 гривны и больше сюда так и не приходил. Ну, попробую то, что здесь найти можно, даже и не могу сказать. Ну, по первому впечатлению, что это поменялось за эти 5 лет, я вижу, хорошего ничего, короче, здесь не поменялось. Зарос пляжик, он раньше был аж туда, аж до кустов, там теперь уже трава, столики здесь были, лавочки. Теперь нить фига нету. Ну, посмотрим, что может с находками будет, не будет, посмотрим. Я же тогда здесь ничего практически не нашел, так несколько мелочевочек. А как сейчас будет, увидим. Первый цветной сигнальчик, то ли полтинник, то ли четверточок. Ну, опять-таки, это не показатель, потому что, если кто смотрел мои видео, у меня уже был такой пляжик, что сигналы были цветные, хорошие, а подымал одни пробки до мусора. Ну, сейчас посмотрим, что здесь будет. Может, это такой же неправильный пляжик, где ориентироваться по старым показателям практически не к чему. Так, ну, скорее всего, что вот так оно есть, хотя нету мусора какой-то. Так, не нашел. Так. Нали в том же месте. Ладно, когда выкопаю, покажу. Сигнал зацепил. Вот он уже в лопате. Сейчас будем смотреть, что же там сигналило. Ага, вот она, копеечка. Значит, пока этот пляж соответствует 50 копеек. Как и рай, как и на нормальном пляже, сигнальчики соответствуют своему, как говорится, положению на шкале. Ну что, будем смотреть дальше. Нашел 3 10 копеечные монетки. И вот еще один какой-то такой непонятненький сигнальчик. То ли полкинник, то ли пробка. Сейчас посмотрим. Да, без козырочка. В общем, что уже по этому пляжику. Вот прошел два раза туда-сюда, к этому дереву. Ну, копать здесь сигнальчиков тут мало. В принципе, что плохих сигналов, что хороших, тоже практически нету. То есть довольно-таки немножко его почистили, пока меряю эту часть. Но я же говорю, что ничего пока здесь нету. Четкий цветной сигнальчик. Скорее всего, что 10-ти копеечная монеточка. Сигналы все здесь глубоко находятся. Ну, опять убежала. Опа. Нет, что-то по звуку что-то покрупнее, чем 10 копеек. Нет, 10 копеек. Вот они. Так что находочки здесь в основном 10-ти копеечные. Ну, будем искать. Может, что-то найду еще. Еще один четкий цветной четвертоковый сигнальчик. Ну, что там лежит, неизвестно. Что можно уже сказать по этому пляжику. Здесь давно не ступала нога пляжного копателя. Потому что монетки в основном все черные. Вот четверточок. Те, которые более крупного достоинства. Там 25-50 копеек, которые попадают. Они все черные. Ну, сигнальчиков, как я говорил, что-то не так уже много. Ну, народ здесь видно сразу, что сильно не посещает. И песочек, походу, наверное, завезли сверху песочек. Потому что сигналы в основном глубинные. Значит, сверху песочком засыпали. А снизу там всякое... Ну, и монетки, и всякое дерьмо. То есть, точно как вот на пляжике, который это там был второй стихийный пляжик, что я тоже в видео показывал, что, ну, песочка завезли. Что сигналы здесь надо копать в основном поверхностные. Потому что глубинные, хоть и сигналят хорошим цветным цветом, но оказываются в основном без козырочками. Ищем дальше. Ну, про то, что только что говорил. Выкопал он уже какую-то ямку, а оказывается он мусор алюминиевый без козырочка. Сижу уже минут 10, нифига не нашел. Попал на первое нормальное место. Тут вытащил полтинник, тут четверточок, и вот еще тут еще что-то сигналят. В этом месте. Кто-то, наверное, переодевался, да что-то потерял. Ну, хоть что-то, я же говорю, что... Потому что слабенько. А что-то он зазвенит, упало. Так. Я пустая. Где-то здесь. Оп. Что-то звенит. По звуку что-то должно быть. Ага, вон, вижу. Аж две белые монетки. Отлично. Так, что это мы имеем? Так. Две, две и две гривны. Отлично. Хоть какое-то полезное сигналы. Первое полезное, нормальное. А то, в основном, 10-ти копеечные. Ну, иногда четверточки. Так уже хоть что-то попало. Все на том же месте, я смотрю. Стою. Вот сигнальчик снова был. Вот, я ее увидал глазами. То есть, кто-то хорошо меня порадовал. Получается, вот с этого одного местечка поднял 4 гривны, полкинь, в общем, 2,2 гривны, 50 копеек и 2 по 25. Это 5 гривен. Я же говорю, что за 10 минут ходил-ходил ничего, а в одном месте все-таки повезло. Еще одно мое подтверждение моим словам, что там, где песочек сверху насыпали свеженький, и надо искать только по поверхностным сигналам. Он выкопал копкую яму, а на дне мусор. Так что, где свеженький песочек, ищем в основном по верху. Друзья мои, попало что-то желтенькое. Вон оно. Кричать на радостях не буду. Хрен его знает, что там, чего там. Люди, блядь, ходят. Бабушки, дедушки, вездесущие. Так, что-то желтенькое, что-то желтенькое. Сейчас отойду чуть в сторонку. А тут меня уже бабушки, блядь, просвещали, что чего делается. Так. Желтенькое. Желтенькое, красивенькое. Красивенькое, желтенькое. Так, пробы, пробы не вижу. Она желтенькое. Смахивает на ее по весу, так, приличненькое. Смахивает на золото. Так, ну что, дома посмотрим. Сейчас пока спрячу. Пока эти бабушки, дедушки не бегали сюда. Так, уже что-то есть. Это уже хорошо. О, надеюсь, что золото. Надеюсь, пора бы. Уже два года ничего не находил хорошего. Так. Ну что, ищем дальше. Даже на таком захудалом, задроченном пляжике. И то можно что-то найти. Бабушка мне уже подходила, рассказывала. Говорит, в прошлом году, говорит, взяли весь этот мусор из воды, который был. И выгребли, ну, земснаряд, наверное, поставили. И выгребли на берег. Поэтому получается, что на глубине сигналов дофига цветных. Но это все дерьмо всякое. А поверхностных, ну, свеженьких, мало. Ну, по крайней мере, что-то, чего-то, блин. Не могу успокоиться, блядь. Надо дома обязательно проверить. Ну, вижу, что вес хороший и красивенькая. Смущает только, что пробы нету. Чуть-то нарисованный. Ну, что-то красивенькая. Так, все, ладно. Прячем. Прячем его быстрее. Да и будем дома смотреть, разбираться. Но пока еще походим, поищем. Еще одна стоящая находка. Я уже знаю, что это даже, не глядя. Уже повиду. Это, скорее всего, одна гривна. Не, две гривны. Их уже повиду. А я все переживал. Думал, что гривны пропали. Что-то думаю. Как это так? На всех пляжиках присутствует. А тут вдруг нету. В общем, хорошо, что вы поводили эти одну-две гривны железные. Находочки сразу не радуют. И по стоимости, и по всему. Я особенно сильно сейчас еще нашел еще немножко мелочевочки. Но особо не снимал. После того колечка как-то переживание, чтобы на золото оказалось. Так что сильно так не снимал. Ходил. Ну, еще немножко тут дохожу. Осталось метров двадцать попроходить. И, наверное, буду перебираться на другой пляжик. Ушел я с того пляжика. Что сказать по нему? Копать там очень тяжело. Под низом мусор. А сверху песочки. Потому что сигналов много. Но они, как говорится, очень тяжело ископать. Ну, потому что в ближайшие три года я туда точно не появлюсь. Ну, вот сегодняшний результат по этому пляжику. Получается мелочевочка. И порадовали, я же говорю, что вездесущие наши гривны. То есть получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь и шесть. Четырнадцать гривен. И вот это вот колечко. Что оно за колечко? Я же говорю, красивое. Красивое, желтенькое, тяжелое. Но смущает, что пробы на нем нет. Надо будет смотреть дома. Посмотрим. Сейчас, короче, попробую пробраться через эти все эти заросли. Там еще какие-то были. Когда ехать по мосту, видно было, что три таких пляжика самодельных. Ну, небольшие такие. Но, похожу, попробую. Может, и там еще что-то подсобираю. Ну, выбрался я к первому с этих четырех клочков земли, которые даже трудно назвать пляжиком. Ну, посмотрим, что будет. Если что будет, потом уже покажу общие находки по этим кусочкам. Если что-то хорошее будет, то покажу хорошее. Ну, что, с этого первого маленького клочка получилось 65 копеек. Ну, что ж, споршил я овцы, как говорится, и шерсти клок. Пойду на второй пляжик размером чуть поболее. Ну, наверное, такой же самый задроченный. Ну, посмотрим, что здесь будет. Поднял колечко. Спаси и сохрани. Господи, спаси и сохрани. Пробы не вижу. Скорее всего, что бижутерия. Что-то видят мне сегодня на колечки. Только вопрос, на какие. Ну, это явно без бижутерии. Ладно, ищем дальше. На этом пляжике было чуть-чуть побогаче. Получилось 2,35 и колечко. Ну, и бижутерия. Ну, смотрим, пойдем наш последний пляжик. Вон там еще один. Интересный попался пляжик. Вот это хожу по нему. Одни десятикопеечные. Уже попалося 7 штук. Хоть бы это на какой-нибудь четверточок или что-нибудь. Одни десятикопеечные. Как будто тот специально здесь взял и пораскидывал. Ну, что можно сказать по этим пляжикам? Еще, конечно, не дошел до конца этот пляжик. Но уже можно сказать, что были бы они хорошие, потому что люди сюда все-таки прибегают. И находочки есть, судя даже по этой бижутерии. То есть теряют. Но здесь абсолютно нет песка. То есть вот это вот, что мы видим, это не песок. Его слой, ну, максимум, это 5 сантиметров. Максимум. То есть потеряшки, они просто здесь не теряются. Ну, еще пройдусь, еще посмотрим. Вот еще что-то найду. Вот четверточок на этом пляже найду. Потому что уже смешно становится. Одни десяточки. Находки с этого пляжика составили 10 штучек. 10 копеечек. И таки попал один четверточок. Ну, что бедненькие пляжики. Их можно все эти. Что эти пляжики, что тот пляжик, Что я начинал с которого можно занести в разряд тех, Которые не стоит больше посещать. Ну, прошелся я по воде на этих пляжиках. Ну, что здесь сказать. Ничего хорошего там нет. Пробки, пробки, да без козырки. В общем, эти пляжики можно смело отнести к разряду тех, Которые посещать нет никакого смысла. По крайней мере, на ближайшие года три. Ну, единственная надежда на то колечко, которое нашел. Но это дома посмотрю и скажу уже, Что оно получилось. Оно или не оно. Посмотрел колечко. Вот такую вот мощную лупу. Никаких таких следов, Явно выраженных чужого металла, не обнаружил. Колечко такое красивенькое, симпатичное. Ну, вопрос золото или нет, Это, конечно, так и остался открытым. Не хочется его портить. Оно такое симпатичненькое на вид. Ломбард тащить или там кювелиру. Вон, крестик какой-то нашел золотой. Да понес его, чтобы проверить. Ну, ясно было и так золотой, Но на всякий случай решил проверить. А мне какую целую Ямаху он продырявил в нем. То есть весь вид испортил. Но, правда, все равно налом будет, Потому что сверху он лопнутый был. Так и тут. Если понесешь колечко, Они наверняка его испортят. Или кислотой, Или начнут царапать, Чтобы проверить, что в глубине. Ну, условненько так буду считать, Что это не золото или золото. Ну, короче, не золото, скорее всего. Хотя, может и золото. В общем, если надумаю продавать, Тогда это самое понесу, И пускай проверяют. Портят кислотой или что-нибудь. А так, может, кому-то подарю. Вес довольно-таки тоже нормальный. 4,6. Как бы для легкого металла. Я бы не сказал, что это там Какой-нибудь легенький метальчик, сплав. Ну, потому что вес для своего размера Вполне нормальный. 4,6 грамма. И симпатичненько. Не хочется его портить. Так что, даже не знаю, что и сказать. Хотелось бы, конечно, сказать, что золото. Но то, что без пробы, Это, как говорится, недоказуемо, Пока не проверено кислотой. Ну, все равно, по-любому. Видите, даже на таких страшненьких, Захвалусных пляжиках, Которые стихийные, Дальше я ничего не нашел. Все равно что-то можно найти. Так что, надо проверять, Ходить все возможные места. Ну, что ж, до будущих встреч. Субтитрыδή. Продолжение следует...